Начнется война. Я не удивлюсь, если голубые береты будут стоять у меня в Белом доме. Объясни меня, как это было здесь, в аэропорте. Бабушка, дедушка, не ругайтесь, я тут. Вы видите, здесь в основном такие повреждения от артподготовки, от градов и так далее. Ну как, был бой, да? Как обычно. Я не знаю, как это объяснить. Стреляли! Подписки есть с нашей стороны? Есть. С моей группой лично человек погиб. У меня сосед по дому был ранен. Я живу в соседнем доме, мой сосед трехсотый. Чувак, два, три, трехсотых. Как вы считаете? Ну, знак четвертый. Так, давайте кто-нибудь... Ну, вообще в нашей ситуации здесь. Я с пулеметом не пойду. Я считаю, что это такой серьезный прорыв. Успех, успех армии. Петушку опусти маленький. Все будет хорошо дальше. Если то, что у вас уже есть победа... А? Если то, что у вас уже есть победа, то уже победим. Нет, 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 еще очень много предстоит сделать. Победа вот в этих людях. Вот в этих людях победа будет. И вам не... Вам будет победа. Привет. Мы вернемся к победе. Во всем этом прикрываю вас. Мы победим. Ребята, как с Россией? Все здесь с Россией. Практически. Ну, вы добровольные или... Да, да, добровольные. Мы сами все купили, приехали сюда и помогали. Ну, кроме пулемета, конечно. За свои деньги. К сожалению, они не продаются. Я бросил высокоплачную работу, приехал сюда. А чем занимался? Ну, я руководитель предприятием, еще программистом. Так что... А как мотивация, если кто здесь приехал? Знаете, я Беларусь по национальности. Да, мы зашли, очень много людей убивают. Мы давали присягу защищать русский народ. Мы присягу выполняем до конца. Неважно, где этот русский народ. А тебя убивали моих, по сути, русских. Здесь, в Австралии. Давайте они еще, где-то. Ну, знаете, ребята, если нападаете на русский народ, у меня есть 500, сука, аргументов против этого. Так что простому гражданину этого не понять. Это состояние души. Почему же здесь? Это же русский. Я защищаю. А как настроены сегодня? На победу, как всегда. Победу, только на победу. Сейчас едем на перекресток Луганска и аэропорта, для того, чтобы не было здесь морозов. А уже и случаи есть, да? Конечно. Ну, есть случаи. Ну, разные ситуации. Люди разные. Вдвоем, скажите, встретите. Один характер, у кто-то другой. То есть, поэтому здесь это все как-то обострено. Понимаете? А украинские солдаты, как они делают? Как они относят украинские? Они бегут. Я вам честно скажу, да. Два дня назад приезжал украинский парень. Украинский десантник. Да, я сам все говорю. Сейчас я вам покажу. Ай, наверное, не покажу. Я покажу. Они подарили нам шевроны. Да. То есть, они сами воевать не хотят. Реально. Солдаты, именно солдаты украинские армии. Вот. Солдаты украинские армии. Попросили, просто попросили у солдата. Так как мы сами десантники в прошлом. Ну, хотя бывших десантников не бывает, да? Не бывает, да. Попросили просто подарить шеврон. И он с удовольствием подарил нам. А военнослужащие, в Украину давят. Давят, потому что это Кабад. Воевать некому. Приемские это одно дело. А когда твоей семье угрожают? Ты обеззать не пойдешь. Я вообще не понимаю. Все, поконим. Геноцид славянского народа. Это неправильно. Все, поехали. Зомбируют их. Зомбируют. А что за каналы у вас? НТВ. НТВ привет. НТВ привет. Россия привет. Дай скажу ее. Подожди, братан. Жене хочу передать огромный привет. Я хочу передать огромный привет. Мама, привет тебе большое. Светланка, солнышко, привет. Я живой. Мама, прости то, что обманул. Сестренка тоже. Все хорошо. Бабушка, ты понимаешь теперь то, что я не учусь. Прости. Сними. Сними. Сними сюда. Отличание. Я за тебя переживал. Маме, папе, привет. А вы смайлик сняли? На броню все, я говорю. В России всем привет, мама, папа. Люблю. Ручку тоже сильно люблю. Скоро буду. Споконим. Смайлик сняли. Аста луэку. Скоро пути. Аста луэкулик сняли created и отр%, � founder, операции, и мужчины – лично. 學, призывающие легкое – спорт бно,ہ, иating.